Кстати говоря, Дугин-то уродец опять блеснул, я в телеграм-канале чуть позже выложу, и вы сможете прочитать, где его истерика, ну он там накатал простыню, тоже о перемирии, ну что, больной грызет тумбочку, воет на всю палату и рвет смирительную рубашку. В ярости он орет, что нужна вся Украина, все остальное не обсуждается, никаких перемирий, никаких заморозок, то, что представляет собой Украина, несовместимо с самим существованием России, и что для нас любой вариант, кроме полного захвата и утопления Украины в крови, это он, пишет Дугин, абсолютно неприемлем, это проигрыш, нужно дать понять Вашингтону, что России нужна вся Украина и все, а дальше, как пишет Дугин, дальше пусть говорит товарищ ядерное оружие, и это ведь действительно, это ведь действительно подлинные мысли России. Ну, что, собственно говоря, Трамп, Трамп не понимает, какие претензии можно предъявлять к Трампу, когда и русские, всю жизнь прожившие в реальности России, ничего не понимают про свою страну. Хорошие русские утверждают, что Родина – это не жопа президента, как будто бы они видели что-нибудь другое, кроме жопы. Вот в убежденностях, что это не жопа президента, корни всей трагедии русских, это главное заблуждение российской интеллигенции, что Родина – это не жопа президента. Они думают, что президент и Родина – это разные вещи, вот откроются ли у них когда-нибудь глаза на самих себя и свою страну. И тогда им придется признать, что иной Родины, кроме жопы, президента у них нет, не было и никогда не будет. Они не могут себе признаться в том, что власть, ее капризы, ее патологии, ее хотелки, ее преступления – это и есть реальность. А Родина – это абстракция, мираж, иллюзия. Вот та абстрактная Россия, светлая и прекрасная, в которой никто никогда не жил, которую никто никогда не видел. И ей следует себя принести в жертву, ее следует поклоняться, и ее следует лобызать. И они не замечают, что когда они ласкают абстрактную Россию, оргазм наступает у единой. А действительно, где они видели эту Родину? То, что хорошие русские величают Родины, строго говоря, это смена уродливых режимов. Кровавая Николаевщина, Ленинщина, Сталинщина, Брежневщина, Путинщина. Какая Родина, где она прячется? А насчет того, что мы видим ловкую подмену понятий. Режим всегда прикидывается Родиной. И объектом патриотической любви все равно является не она абстрактная, а конкретный режим. То есть, это имеет все признаки религии. Живущее нечто в воображении и материализовывающееся в абсолютном кошмаре. Ну, у этого понятия Родины очень много. Псевдонимов, Отечества, Отчизна, государства. И все это та самая материализация Родины, то, с чем человек непосредственно и контактирует. По сути, своя Родина – это такая же фантазия, как и любой другой бог. Но, скажу я вам, и бог не превратился бы в проблему, если бы от его имени не начали вещать ряженые жулики. Насчет того, что это, ах, врожденное чувство. Да ничего подобного. Если бы понятие Родины имело бы естественное происхождение, то непременно в этом закрепилось бы в геноне, который умеет все помнить и все запоминать. И тогда, тогда при виде песков Калахари или озер Танзании или устья Ахаванга у каждого человека, вероятно, текли бы слезы умиления при виде этих пейзажей. Как известно, непосредственно эти районы Африки и являются родиной человечества, колыбелью, первой и главной родиной всякого человека. Именно отсюда, с песков Калахари, с озер Танзании, с Ахаванга когда-то и разбрелись хома по планете. И, глядя на веточку дзизифуса, это растение тамошнее, вероятно, должны были бы рдать все. Но плачут только нетрезвые ботаники.